12-13 ноября 2015 года на историческом факультете БГУ прошла международная конференция «Листопадовские сустречи». Конференция была проведена старейшим подразделением факультета «Кафедры истории Древнего мира и Средних веков». Это уже 11-я по счету подобная конференция. Конференция посвящена памяти двух отцов-основателей кафедры – академиков Перцева и Никольского. В этом году конференция была приурочена к 80-летнему юбилею самой кафедры. В рамках работы конференции состоялась встреча ученых, историков, археологов, медиевистов, антиковедов, и работа конференции проходила в рамках ряда секций, таких как секция «История религии», «История Древнего Востока», «История Древней Греции и Рима», «История Средних веков», «История Раннего Нового Времени». В рамках этих секций было заслужено около сотни докладов. Также активное участие принимали аспиранты и студенты. Одной из актуальных тем, которая разрабатывается сотрудниками кафедры истории Древнего мира и Средних веков, является проблема восприятия античности средневековой историографии. Вашему вниманию предлагаем фрагмент выступления заведующего кафедры Виктора Анатольевича Федосика по этой теме. Средневековое восприятие истории и мифологии, кстати, довольно мало привлекает внимания исследователей. Почему? Тут все очевидно. Основные усилия направлены на проблематике возрождения. Это понятно, но надо учитывать, что гуманисты обращались к античности в поисках нового для себя общества. В условиях упадка феодальных отношений, когда были разорваны вот эти иерархические связи сеньор-вассал, отменялась личная зависимость крестьян в Западной Европе. Они оказались в условиях общества, в котором порвались привычные связи между людьми. Где искать новые, какими они будут? Непонятно. Они обращаются к античности. Это совершенно объяснимо. У них, прежде всего, интерес был в этом. Отсюда интерес к языку и к искусству, литературе, где можно было найти сведения об этих новых связях между людьми. Идеал, конечно, они нашли такого общества в древнегреческом полисе, в древнеримской цивитес. Но это уже позднефеодальное общество в Западной Европе. А что же, каково было отношение средневековых людей в этой системе классической феодальных связей? Оно принципиально иное. И тут надо учитывать еще один момент. Ведь феодальные отношения складывались, развивались по-разному в Европе. Здесь нельзя синхронно переносить, скажем, перед высокого средневекового братья Западной Европы и распространять его, скажем, на Древнюю Руссию или Великое княжество Литовское. Это не так. Феодальные отношения на Востоке Европы складывались гораздо медленнее, чем на Западе. Здесь синхронности не было. Поэтому мы и заинтересовались именно вот этим средневековым восприятием античной истории у восточных славян. Ну, самое важное здесь, пожалуй, для исследования заключается в инаковости систем социальных координат человека античности и человека средневековья. Нельзя все сводить к невежеству и необразованности средневековых людей. Вот то, как они излагали античную историю в своих сочинениях. Дело в том, что они воспринимали и интерпретировали античную историю по модели своего общества, феодального общества и по своей в шкале ценностей. И важно выявить характеристики и особенности этого восприятия. Люди средневекового общества воспринимали античную историю совсем не так, как и мы. То, что она теперь представляется невежественным, порой смешным, абсолютно нелепым в их интерпретации исторических реалий и мифологии античности, на самом деле строго обуславливалось их представлениями об отношениях между людьми в обществе, их социальными, этическими и духовными ценностями. В их представлениях, например, не могла Троянская война начаться из-за спора трех богинь, языческих богинь. Понадобилась неслыханная измена в вассала, как он там изображается, Париса, своему сеньору Менелаю, средневековой, конечно же, Трое, с похищением жены сеньора, которому была дана вассальная присяга. Представляете, что это для средневекового человека? А рыцарь грецкий, как вот такая термина употребляется в старобелорусском переводе переделки Трое, Ахилл, рыцарь грецкий, Ахилл не мог отказаться воевать из-за того, что у него отняли какую-то пленную простолюдинку. Международная конференция «Листопадовские сустречи» является единственным крупным в Республике Беларусь научным форумом для антиковедов и медиевистов. Высокий статус конференции подтверждается не только ее 20-летней историей, однако и регулярным постоянным участием в конференции зарубежных гостей. Конференция очень важна для научного общения. Это продолжение традиций, существовавших в Белорусском университете, традиций, основанных еще Никольским. Но вообще-то это и что-то новое, потому что таких больших и представительных конференций в БГУ, по-моему, не было никогда по истории древности и средних веков. Можно поблагодарить Олега Ивановича Малюгина, который вложил массу сил и времени в организацию этой конференции, пожелать, чтобы это все было, это все продолжалось, и надеюсь, что это будет продолжаться на самом высшем уровне. С нашими коллегами белорусскими мы, безусловно, поддерживаем связи постоянные. Я представляю Ярославский государственный университет, центр антиковедения в нашем университете, и, естественно, мы заинтересованы в этих связях. Я сейчас послушала на пленарном заседании у кафедры прекрасные проекты, в том числе проект о восприятии средневековыми славянскими народами античной истории. Я подумала, что, наверное, и к этому проекту мы бы желали присоединиться. Мне кажется, эта конференция имеет огромное значение для студентов, потому что вот для них эта учеба даже где-то более значимая, чем сидение в аудиториях на наших лекциях. И для меня лично еще эта конференция – возможность больше узнать о Беларуси, о культуре, о Минске. И это тоже такое очень важное открытие близкого дружественного соседа. Не случайно я приехала второй раз, потому что и первый раз конференция произвела очень приятное впечатление, причем своей такой гармоничностью. С одной стороны, это гостеприимные хозяева, которые делают максимум для того, чтобы их гостям было комфортно. Стены, овеянные традициями, кафедра, чувствуется, как бережно хранится та самая историческая память и нить, связывающая разные поколения ученых, научных школ и так далее и тому подобное. Это всегда очень приятно, когда ты такое наблюдаешь. Конференция, как часть научной жизни, да, она цена именно вот этим вот научным сообществом, солидарностью, возможностью увидеть коллег из разных городов и стран теперь. И в этом смысле я считаю, что листопадские встречи сейчас выполняют на постсоветском пространстве исключительно важную роль, объединительную. Новости скончились наши 11-е листопадовские встречи. Первая из них отбалась 20 лет назад. Она задумывалась тогда, как такая своего рода навыковая лаборатория для выкладчиков, для студентов. Нам было вельми важно долучить до нашей конференции и в ученых, науковцев, коллег из других стран. И поступово это отбалось. И сейчас в нашей конференции удельничали ведущие науковцы, антиказнавцы, ренталисты, медиевисты из таких стран, как Россия, Украина, Латвия, Германия, суседняя Польша так сама. И я спадзеюся, что усеяны отчули вот эту нашу гостинность. И, видать, не здарма декан нашего факультета Сергей Миколаевич Ходзин как раз и звернул на это увагу, что и назва нашей науковой конференции такая пахатнему, такая вот гостинная, сустречи, листопадовские сустречи, сустречи в осенью. Спадзеюся, что эта конференция надаст новый импульс нашим науковым пошукам. Мы шмат шагода мовилися с нашими коллегами из наших краин об суместных проектах. И спадзеюся, что усеяны сбудутся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok